доброе время суток уважаемые подписчики такой мой рабочий день сегодня по каналу о мебели сегодня у меня ничего нет значит двигаемся по развитию канала помощь людям и так далее сейчас я вот снова слободской еду значит число у нас какой-то 12 12 февраля говорят что я боюсь где-то ходить так далее но не буду об этом больше давайте постараемся не поднимать эти вопросы по поводу хейтер хейтерских страниц хейтерских каналов на youtube против меня видел сейчас волка ксюху там еще пару ребят которые не снимаются поинтересовался там комментарии читал что типа приезжали вчера позавчера когда снимали ксюху волка типа там очередное разоблачение маэстро ничего подобного не было ну угостил их там чем было добавил немножко копеечку значит сейчас мы идем на савеловский рынок электроники попросил сашка волгоградский починить телефон отдадим телефон в ремонт я узнавал там где-то рублей 700 будет стоить ремонт вот и потом я иду значит в эту баню бомжовскую попробую там сейчас снять что мне скажут по этому поводу космоса надо затащить хотя бы чуть-чуть привести в порядок получить паспорт не можем ну вот были мы позавчера в МФЦ сказали вообще или он помоется или мы будем ставить условия там вплоть до справки с прожарки ну чтобы от ушей его прожарили хотя ему мне кажется необходимо уже прожариваться ну посмотрим посмотрим дальше видео ребята никому не верьте за собой ничего не чувствую кто сможет предъявить все видели да эти чеки кали мы значит видео кому интересно в личку я сделал видео запись экрана по приходу и расходам на онлайн банк короче мобильный банк вербанк какие донаты поступали мне 2 февраля там вроде за 2 февраля все говорят ну я снял там на всякий случай 3 1 февраля подобных перечисления не было соответственно вот еще по этому поводу что да вроде бы все пусть короче приводят чеки если уж они занялись этим вопросом по поводу галли зря я конечно выложу в горячке ну ладно удалил я этот видос на телефоне он у меня есть в компьютере он у меня есть в облаке он у дальше подписывайтесь ставьте колокольчик ставьте лайки пишите комментарии идем сдаем телефон в ремонт и идем пробиваем подготавливаем сотрудников бомжовской организации по поводу космоса я его утром видел рано утром я сказал но это короче я не дойду перы-пыры ну лень чисто лень ну не знаю что сейчас получится смотрим видео так ну пришел завел вас 6 выход нас любим здесь беларусь короче находится 1 ветрище блин замерзнуть ветер снег москве зададим здесь пару вопросов телефон мне не удалось сдать не было там у нас его знакомого мастера ну попозже сейчас к ребятам на 5 минут подойдут потом пойдут по поводу космоса разговариваю в бане что там его примут не примут иди купи мне билет иди купи мне билет вот смотри это тем руку поднимать на хуя черные мы солдается плюнул мне в лицо даже дай у меня тоже есть пару вопросов темно тебя приняли как человека вот отчету другим блогерам говоришь крысы так делать нельзя блять что там деньги да не трогай на него блять руку поднять преднашли блять братан здесь так на савке никогда не жили приняли тебя обули отделе накормили а вы ведете себя приехали бутылку взял гернул по башке блять подожди подожди ослаб дай вопрос задам вот этому человеку да интерес слушай там я короче 1200 отправил твоей жене сейчас собираем посылку там с вещами но запомни там все люди говорят комментарии пишут это не твоя заслуга понимаешь не твоя тебе надо подниматься и помогать дети взрослые я казался я ему там маленькие они с меня ростом метр 76 нормально живите блять стая легче прожить на улице друг друга блять подводите его три часа ночью поддаешься сам поддаешься поддаешься если не может сладить ну лучше уйди отсюда потом нам да еще один момент пока не забыл тем отчета блять не знаешь как домой уехать нахуй тебе билет сел на электрическую а зайцем подбегал хорошими да он херу едет ему надо билет покупать он не уедет не давай ему так деньги лучше билет купить да не давай так денег конечно не увидит да пропьешь это как адрес этой бане бане бомжов я пойду куплю билет освещаю нахуя вот вставай да не трогай вставай я уже все в голова болит нет толку тебя голова болит не болит вставай вот рядом санки на тебе смотри на него смотри где-то на полу поднимай смотри на него и на сне смотри долбаем ух ты живую а я маленький не конечно здесь никогда не за бутылку водки вы готовы там сказать я когда-то что-то 7 лот кого-то говори как есть без все сливается я здоровый каратисты все ебать их в рот находят каратистов тут приходила мама не горю уважаемые зрители ну попал я в данную ночлежку значит заходишь здесь записываешься ставишь температуру мерить тебя инициалы подпись аппаратик берешь талончик здесь ребята могут попить чай ручки все необходимая водичка здесь люди как бы отдыхают соответственно есть юрист консультационная служба есть социальный работник юрист здесь есть прачечная где люди могут постираться помыться зал ожидания так скажем но не буду я лица снимать договариваться обо всем и различные информации соответственно вай-фай ведется наблюдение табло по приеме граждан лет и так далее замечательное заведение замечательное заведение пока мне большого права не дали на съемки но вкратце я думаю будет все понятно люди сидят отдыхают значит юрист помогает прачечная и все такое вот такое заведение все работы все культурненько все замечательно ребята то есть сами сами не хотят вот сейчас я про космос я узнал пожалуйста приводите не совсем они потому что местные жители еще местные жители не допонимают и местные жители борются против данной организации хотел бы попросить местных жителей данного района пожалуйста граждане это для вас же для вас же проще чем быстрее мы их отмоем сделаем документы то есть вот пожалуйста ребят не только я могу документы в фсс ходить сделать потерял кстати они ищут и работу людям просто уже зарегламентирована съемка другие какие-то блогеры приедут сегодня поэтому рукав руководство со мной не стало на камеру разговаривать но все пояснили рассказали то что значит делают документы ищут работу помылись помылись попрились постирались обращение к местным жителям граждан чем мы быстрее приведем порядок этих людей бездом вам будешь и спокойнее пусть это организация существует процветает молодцы ребята питерские небосударственные живет за счет поступлений извне извне государства так скажем как всегда короче государство у нас не обращает на 6 миллионов опять же тысячу раз будем повторять эту цифру 6 миллионов бездомных людей в россии граждане местные жители в основном подумайте мы делаем правое дело чем быстрее вы поможете тем меньше у вас будут ночевать в подъездах пьяные грязные криминальные личности в грязном виде позоря и мусоря в ваших подъездах и по району вечером будете спокойно гулять с детишками с собачками и кошечками но на это нужно время чтобы избавиться там много контингентов вести в порядок вот такой небольшой отзыв теперь значит для зрителей моего канала сейчас идем ребята космоса я видел сейчас мы идем космосу ну очень далеко идти для него наверное с километр с километра его ногами пойдет он не пойдет по крайней мере сегодня не пойдет потому что погода погода очень холодно ветрище снег ну и так далее но все же я ему скажу скажу что я сходил договорился по поводу него да конечно приходите ничего постоит там на улице с этим талончиком как его очередь настанет быстренько забежал разделся и сделал банные ванные процедуры мыльно-рыльные посмотрим дальше видео ребята сейчас мы побеседуем с космосом заодно поблагодарим его что он не ссучился за бутылку водки не стал рассказывать какой маэстро плохой человек в кавычках рассказывать в принципе нечего но выше видео вы видели да как подобный контингент реагирует получил люлей и свалил по пырику так и было здесь раньше если ты нормальный человек ты должен оставаться нормальным человеком в любой ситуации в любой ребята поэтому до сих пор жив поэтому до сих пор не судим и так далее и тому подобное я имею ввиду не отбывал а залеты в жизни у вас все бывают так или иначе какое сугробище попал все 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 сейчас зайду до перехода вот вот еще небольшой пока по дороге идем небольшой значит рассказ про меня когда я жил на улице вот она стоянка она здесь то работает то не работает непонятно как она работает и вот она будка охранников вот когда она в один период моего прозвания на улице она не работала будка не это конечно до нового просто стояла старая и мы в ней жили ну посмотрите что находится напротив вот такое здание вот такие здесь организации а само здание тут вот вывеска почему-то стерлась управление делами президента Российской Федерации или стерли перенесли уже это управление просто вывеска стерлась шифруются вот такие двухэтажные электристики здесь ходят НЦД они все ребята идем в космосом ну вот ребята холодище на улице короче зашел немножко погреться кафе взял американу обычную кафешечка тут рядом какой-то с теле два салона зашел погреться так вот у меня находится вот он вход метро где-то я его там видел сейчас сейчас пять десять минут греюсь и иду к нему так ну немножко погрелись лапки оттаяли где наш космос вот вот куда-то свистело уже я пора как этот неуловимый неуловимый сейчас пойдем искать да ребятки вот это подожди сейчас валерка паспорт твой уже давным-давно готов сейчас я сходил в эту баню там тебя примут я объяснил что такая ситуация понимаешь но на санкете я не повезу туда каждый день до пяти вечера и наху это в будни да да ты знаешь про это про новую баню? знаю конечно газетную а что там сделали там короче там есть юрист то есть мы можем поинтересоваться за твой глаз у него ну про инвалидность там положено не положено как-нибудь там есть социальный работник то есть документы можно восстановить и так далее там подобное помыться постираться пока вещи и шмотки сушатся посидеть там телевизор посмотреть а он в каком обеспечении вообще будет и сколько ему дается вообще времени на все про все допустим не ограничено до пяти вечера до пяти вечера да сиди кайфуй в смысле он пришел допустим да ну там не ночлежка не ночлежка а не ночлежка нет ты пришел шмотки закинул в машинку сам пока моешься помылся тебе халатик выдали ты там на стульчике сидишь кайфуешь телевизор футбол смотришь шмотки высохли да конкретно хотя бы примерно знаешь что он допустим приехал вот удали все и он поехал а ты где пропадал я работаю я работаю я работаю я работаю где давай денег давай кто бы мне выдал давай нам давай все равно я это не одобрю а ну да это аванс только нет я уже истратил я пойму вот так вот ребят колючий сам приехал я тебя искал искал там и на казанском и на курском они сказали мне уже сказали не ну серьезно что то в рабочем доме или где ну как да скажем да он не рабочий ну а сейчас что опять на пиздец если здесь у меня выходные официально два дня ну напьешься сейчас два дня и хлам и опять улица я уже заскушился по водке ну а есть водка есть ага осталось кизить и принес ха 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 не знаю я понял я понял что ты будешь не у меня сегодня 78 день не пью сколько 78 ну пермитиватор даже нафиг это чтоб сам не пил это и хури ну да я уже помните времена когда он тут вообще трезво не заходил ну рад рад за тебя что то нормально чистенькие а детенькие не падай не падай Лёшка пьяный это конечно гаманюк редкостный ну и с кем да чистенькое все короче я понял честно купленное честно купленное я понял да 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 ну так да нечаянно нечаянно приобрели нечаянно приобретен когда ты пойдешь мыться братское сердце паспорт готов понимаешь нам надо дальше продолжать люди там кстати тебе отдельную уважуха за то что ты не продался за бутылку водки и не стал говорить что там крыса я не крыса блять вот эту хуету за твой разговор на камеру тем блогерам тебе отдельный респект спасибо это лично от меня лично от меня это можно было даже не на камеру сказать но все равно благодарочка за правду за правду я могу по другому согласен вот а беларусь сегодня выхватил пиздюль и убежал куда-то за свой базар загнил и за то что бомжика они пизданули да ладно бомжика пизданули ну бомж он там лось вот такой а бомжик метр ну я понял у нас да не не я все говорю третий месяц не пью не пью и не охота беларусь беларусь лысый лысый беларусь емнул бомжика сегодня за это выхватил за бомжика заступились а чёрный чёрного не видали не я говорю только приехал сколько час назад можно тебе обязательно надо помыться потому что ну пиздец бля 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 с я еще слышу сейчас еще время есть просто они сегодня до пол пятого работают это МФЦ я да я сегодня сейчас дойду скажу я а если он на улице под тебе только только надо в паспорте расписаться а в паспорте ты уже расписался тебе надо расписаться за то что ты получил паспорт Понял? А у моего бумажка-то будет временный? Временный вот у меня. А, тем более. Ну, временный у меня. Балет, раздерзай, я пока езжу, глянь, размотрю все. Да, ну помыться все равно, так или иначе. Пока не верят с папой. Подожди, дай сказать. Это, Балет, потому что потом мы сразу подадим заявление на этот, медицинскую хуйню, и что-то надо делать со спиной, нахуй. Или что, или все. Все, 49 прожил, хватит. Помирать будешь, или еще лет 10-15 протянем? Пацан, ребят, сейчас вот эти книжки не дают. Сейчас вот такая карточка, на которой будет все у тебя. И паспорт, и медицинский, и страховой, и ТД, и ТП на внуках. Да, 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 лично колючий будет выдавать. Лично карта у тебя будет, все. Колючий, ну ты мне создал сегодня контент. Как контент ты мне сегодня сделал? Тебя там люди зажрались вообще. На тебе за это, три сигареты. Ой, Саня, ну у меня есть тоже. Есть, да? Ну на, туда же. А ты какие куришь? Ялку всегда. Ты нормальный, я знаю, ты ялку. Как всегда ялку. Сотки не было, была вот такая. Душа. Ну, колючий, ну расскажи еще сильней. Ну, что я сказать? Блин. А что делаешь, что работаешь? Принеси, подай. А, скажем, да. Стройка. Ну, и так. Ну, нормально, нормально выглядишь, е-мое. Нормально. Не надо здесь скитаться нахуй. Ну, лучше позвонить телефону, знаешь, мой? Нет, кстати. Нет, блядь. Кстати, если что... Я вот только знаю, что... Есть ручка? Ручки нет. 965, 909, 909, 901. Если вот сюда... Сейчас я возьму, блин, блин. Да, да. 199, 99, 1,1. 965. 965, 199, 909, 901. 1,1. А, 1,1? Да. 199, 99, 11. 965. 1,1, 1,1. Все? Маэстро. Ну, запомнишь? Конечно. Лучше, блядь, оттуда позвони, где ты живешь. Спасибо, блядь. Слышишь? Колючий. А? Лучше оттуда позвони, где ты живешь. Лучше, блядь, там какой-то на блок сигарет скинемся нахуй. А есть какие-нибудь перспективы вообще-то? Перспективы хуй зная. Я вот только занялся этим, понимаешь? А что нахуй всех отсюда выдернуть? Я тебе говорю, я на работе сразу, я и сторонник того, что там не пьют, и сам не пьют. Сразу говорю, парни, поебу получится, блядь. Извините, блядь, не горюйте. И тут, не теряйся, не запухивай. Бутылочку выпили, блядь, хватит. На выходные, пожалуйста, вы тебе дали выходные? Хоть уже лезь, нахуй. Говно, не наебывайся, а то опять сейчас грязные будешь, брать, рваные нахуй. Не, нормально, нормально. Не, это нормально. Не, не, не. Я понял. Так, еще, значит, а. Блин, Валерка, сейчас я схожу в МФЦ, если тебя там на пороге примут. Блядь, там метель, пиздец. Наверное, не сегодня, я так думаю, да? Три дня будет вот так. Не сегодня, да. До понедельника, короче, откладываем вот процедуру. Сюда выходные, это по-любому. Да. Потому что я гороскоп смотрел, и по телевизору, и по... По переходу, я тут проскакиваю, если что там какую-нибудь сосиску, сардельку принесу похавать. За курить сам найдешь. Не найдешь, я принесу. Блядь, люди переживают, понимаешь? За тебя, за колючего, за Валерку. Валерка сейчас более-менее живет, амба. Вот ему там подписчику. Он тоже в доме. Да, нормально, не бухает. Вот. Вчера ему пятихатку скинули на телефон, на счет телефона. Так денег дали. Вот. Одежду мы ему собрали, там целый баул такой клетчатый. Торгаши ездили, да. Все там у него есть. Все, вот колючка наша. Парни, берегитесь. Парни, берегитесь. Ох, ну и хотелось мне вам сказать. Ну ладно, это на отдельном сайте. Я вам так и скажу. Парни, берегитесь. Скоро весна. И скоро лето. Ох, будем как за это друг друга лазить, бля. Все, ребята, подпишитесь на канал, пожалуйста. Мы подписываемся на канал. Мы не боли, не пропали. Перебег не пропадем. К мусорам теперь попали. К мусоров теперь ебег. Смотри, ребята, говори. О, красава. Держал петь. Даже пацаны поддерживают.